драгоценные камни во все времена относились категории роскоши ювелирное искусство в наши дни это мастерство плюс высокие технологии и конечно же неограниченный выбор тем которые вдохновляют художников серьги жирафы кольцо обезьянка и все семейство кошачьих куда же без них разные лягушки панды кошечки держащая жемчуг барок интересно сделано такое коктейльное кольцо 1 1 1 экземпляр очень сложно было сделать его здесь лунный камень 40 карат ведь и обезьянка так смотрит обнимая как будто бы она планету обнимает если изделие достойно но со всех сторон должно быть красивым ведь внутри видно как посажены камушки барочный жемчуг жемчуг неправильной формы когда-то не представлял особой ценности но так продолжалось недолго барок это от слова брак и его не применяли его просто выбрасывали брали только гладкий хороший круглый жемчуг со временем поняли что это тоже ценность начали его использовать в украшениях причем в очень дорогих украшений такие дизайнерские вещи они все по одному делаются вообще изначально весь жемчуг свозится в японию потому что там специалисты лучше отличают цветовую гамму по цветам по оттенкам по нюансам и они сидят с 7 утра и до 12 дня вот в это только время они сидят и отбирают жемчуг именно по цветам алмаз в золотой огранке это классика а если говорить о творческих экспериментах то все может быть и наоборот взять к примеру коллекцию винсент по мотивам творчества ван гога такая коллекция автор был вдохновлен картинами винсента ван гога данная картина подсолнухи металл внутри камня если посмотреть внутренней стороны подсолнухи вот они видны видите насколько вот создал он свой шедевр сколько по-своему но и в то же время похоже в мире драгоценных камней свои тонкости свои процессы и события одни минералы вдруг становятся фаворитами неожиданно взлетают в цене так например за последний год в несколько раз стала дороже шпинель по-прежнему популярен турмалин пара ибо не стихает ажиотаж вокруг опала опал это камень считается сильных людей его носил наполеон бонапарт аж эксперт писал про опалы что это камень чудо и король всех камней по цветам они разнообразные от белого опала и заканчивая черным орлики нам вот с такими всполохами орликин имеет очень много цветов и зеленые и синие красные эти цвета идут как заплатками какими-то вот такими это самый дорогой и самый редкий камень ювелирные работы это не только серьги колье браслеты и кольца отдельного внимания заслуживают интерьерные украшения в этом направлении есть как бронзовые и каменные скульптуры так и изящные декоративные статуэтки этот куст клубники авторская копия виктора моисейкина оригинал находится в коллекции британской королевы елизаветы второй к ей подарили земляничку также как бы она просто немножко побольше и у нее вот эти вот сами земляники снимаются одеваются в ушки то есть они являются украшением верьерные сувениры здесь вот изображена земляничка ромашка ландыша жемчуг акоя а это сапфиры жемчуг акоя это вот видите сами цветочки белого цвета жемчуг жемчуг акоя это самый лучший жемчуг японский самый лучший жемчуг в мире обычно что металл держит камень а тут такая техника что камень держит металл серебро в данном случае по золоту в серебре уникальная технология также тут техника финифть очень сложная роспись пока мне причем многослойная все это предметы роскоши не сиюминутной выходящей из моды а той самой которая потом попадает в музеи и год от года становится дороже